Это уже третья по счету такого рода программа. Предыдущие две, как отметила вице-мэр столицы Америки Мартинсон, отнюдь не остались на бумаге. Главная задача нового документа — создание в Таллине безопасной для человека и способствующей здоровому образу жизни среды обитания. Понятно, что особое внимание при этом уделяется молодежи и тем людям, которые по разным причинам испытывают трудности в нынешней реальности и не могут самостоятельно справиться с проблемами. На самом деле программа очень обширная, и в двух словах рассказать о ней, конечно, невозможно. Но в третьей программе мы решили как никогда большое внимание обратить на здоровье детей и молодежи. Но тут есть и своеобразное послание к пожилым людям. Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на старение населения. В частности, в крупных городах доля пожилых людей растет. Внимание к физической активности пожилых людей — одна из главных задач. Нужно убедить пожилых дам и джентльменов, что не только лекарства, но и движения — залог их здоровья. Поэтому развитие троп здоровья и пропаганда, например, ходьбы с палками, обустройство велодорожек, организация клубов для пожилых людей — все это должно вызвать у них интерес и будет развиваться и финансироваться. При этом, как отметила вице-мэр, на самом деле на здоровье влияет все, что нас окружает — чистый воздух, безопасные дороги. Важная часть нашей жизни — это та среда, которая нас ежедневно окружает. Воздух, вода, движение, чувство безопасности. Несчастные случаи на работе или в школе, на улице — все это и многое играет не последнюю роль в здоровье людей. И за пять лет совместной работы всех департаментов Таллина и при поддержке горожан мы сможем сделать многое, чтобы улучшить и укрепить здоровье наших жителей. Активнее в будущем собираются заниматься и профилактическими проверками состояния здоровья детей, созданием вблизи места жительства спортивных и игровых площадок. Под все это найдут материальную базу. Теперь же дело за городским собранием, которому предстоит в ближайшее время одобрить данную программу. И тогда специалисты уже смогут начать работу по ней, закладывая многие ее положения в бюджет города, где обозначенные приоритеты будут поддержаны конкретными цифрами и денежными вливаниями.